В эти дни молодежная сборная России по боксу проводит в Кисловодске тренировочные сборы. Почти неделя участники национальной команды будут готовиться к одному из самых важных турниров в сезоне. 16 по 28 августа в китайском Нанкине пройдут вторые летние Олимпийские игры среди юниоров. Лана Волкова о том, как будущих чемпионов готовят. Вместе с россиянами готовятся к соревнованиям и кубинские боксеры. Давние, кстати, наши соперники. Русским не владеют, тем не менее на ринге ребята прекрасно понимают друг друга. Четыре года назад на первой юношеской Олимпиаде в Сингапуре кубинцы стали лучшими, завоевали все золото. Российской сборной тогда не повезло. Наши проиграли уже в четвертьфинале. Но не только к юношеской Олимпиаде готовятся боксеры на ринге и спортсмены со стажем. Непростые, в том числе и финалист чемпионата мира в первом тяжелом весе Евгений Тищенко из клуба торпеда, из московского клуба торпеда. Они готовятся с нами, взрослые ребята, готовятся к чемпионату России, который пройдет в конце августа в Ростове-на-Дону. Но перед российским чемпионатом делегация боксеров отправится, конечно же, в Нанкин. Одни поболеть, другие участвовать. В составе юношеской сборной 12 человек в возрасте от 14 до 18. Но представлять Россию в Китае будут трое. Такова квота для каждой страны, установленная Комитетом юношеских олимпийских игр. Как здесь принято говорить, тренировки в Среднегорье дают поразительные результаты. Ну, во-первых, когда спортсмены спускаются с гор, у них увеличивается выносливость. А еще восстанавливается дыхательная система. Потому что воздух в Кисловодске по-настоящему волшебный. Лана Волкова, Николай Ванесян, Вести, Ставропольский край.